Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. В прошлый раз мы нарисовали с вами вот такие великолепные шаблоны, то есть трансформировали уже имеющийся шаблон в авторский. И его вы можете скачать у меня на сайте, я ссылочку оставлю под этим видео. Заходите, пожалуйста, скачивайте. А сегодня на этом шаблоне мы с вами будем рисовать эскиз одежды. Для этого я копирую его в новый документ. Это стандартный документ формата А4 с цветовой моделью RGB. Блокирую слой, на котором у меня находится данный шаблон, потому что я не хочу, чтобы во время рисунка у меня что-то цеплялось. На шаблоне у меня есть базовая разметка, а именно центральная линия, линия талии, линия груди, линия бедер. Они помогают очень здорово при рисунке эскизов. И как, если вы смотрели предыдущий ролик, видите, она не совсем реалистичная эта модель. Она немножечко специально сделана более угловатая для того, чтобы дать стилизацию. Но я думаю, что по прическе, по лицу можно узнать, какого персонажа я имела в виду. И сегодня мы будем рисовать именно то культовое платье Венстей, которое мы видели в сериале. Давайте приступим. Сначала мы нарисуем с вами основу, а после этого уже я покажу, как делать принцип вот этих многослойных юбок, которые были в этом платье, чтобы у вас все получилось. Выбираем инструмент перо, цвет заливки убираем, создаем новый слой, толщина, у нас единичка, черный цвет. Вот, первое, что у нас было на персонаже, что мы сразу видим, это у нас воротничок. Приближаем и начинаем рисовать воротничок. Там был воротничок, судя по всему, со стоечкой. Поэтому вот он вот здесь вот так вот у нас будет по шейке идти. Должен быть небольшой нахлёст двух стоечек, чтобы у нас застегнулась пуговка. Вот здесь немножечко изгибаем. Придется потом отдельно линию править. И вот так. То есть он уходит туда за шею. Сейчас мы возьмем инструмент опорная точка и поправим просто кривизну, чтобы она была правильная. Вот так. И вот здесь тоже уберем ненужную кривизну. Когда вот такой острый угол в обводке, вот здесь есть работа с углами. Вот он уходит. Его вообще можно спрямить и может быть даже вот эту точку нам вообще убрать. Вот так. Вот. Это половинка воротничка. Соответственно, здесь у нас с вами будет стоечка, которая будет немножечко вот так выходить. На ней будет пуговка. Так. Вот визуально. Здесь у нас будет с вами планочка, которую хорошо видно. Вот уровень сейчас поправим, когда будем рисовать остальные детальки. Вот такая половинка у нас получилась. Мы ее можем с вами сразу раззеркалить. Инструмент зеркальное отражение от центра. Опа. Вот эту точку сейчас чуть-чуть пониже, чтобы она более гармонично смотрелась. В сторону, в сторону. Вот так. Так. Вот эта часть у нас должна быть сверху, которая находится справа. Соответственно, я ее выбираю и помещаю наверх. Отлично. Теперь мы рисуем с вами половинку основы, потому что на самом платье у нас там с вами была сетчатая часть. И вот ее именно мы и нарисуем. Сейчас вот она будет вот так до плеча. Вот так. И приблизительно вот так. Тоже я рисую половинку. Сейчас ее раззеркалим и сольем, чтобы все было на своем месте. Так. Так. Вот. Теперь нам нужно это слить. Как видите, нету пересечения. Соответственно, нам нужно их друг к другу немножечко подвинуть, эти части. Вот. Окно. Обработка контуров. Слить. И поместить на самый задний план. Чтобы вот эти части, потом, когда у нас воротничок станет черным цветом, их видно не будет. Соответственно, планку мы с вами опускаем. И вот эту часть сейчас нужно посмотреть по расположению, чтобы она была правильная. Да? Вот. Так. Вот. Что я еще заметила, когда анализировала это платье, там внутри есть две вот такие толстенькие лямочки. Нам они здесь тоже нужны. Одна лямка и вторая лямка. Вот так. Пуговки нарисуем потом уже, когда будем делать отдельное украшение. Платье у нас приталенное. Соответственно, давайте сразу нарисуем. Вот она у нас часть, которая приталенная. Поскольку на героине был одет пояс, то у нас есть некоторая доля такого вот напуска. Вот мы его здесь и покажем. Можно рисовать абсолютно симметрично. Можно рисовать, как я сейчас рисую, менее симметрично. Это уже на ваш выбор. Это у нас получается основа. Здесь у нас с вами на самой узкой части находится пояс. Вот так. Там широкий пояс, а сверху на нем еще узкий пояс. И уже дальше идут юбки. Юбки сейчас отдельно будем прорисовывать. Этот пояс здесь у нас с вами тоненький кожаный пояс. С этой стороны тоже тоненький кожаный пояс. Приходят они вот сюда. И здесь у нас с вами будет пряжка. Пряжку проще всего нарисовать при помощи ввела. Ctrl-C, Ctrl-B. Уменьшаем пропорционально с зажатыми Shift и Alt. Теперь разрезаем, разгруппировываем. И нужно еще добавить кусочек, что оно будет вот так отрезано. И еще раз разрезаем и разгруппировываем. Все. Лишнее все убираем. Это нам не нужно. Вот у нас получился кусок пряжки. Его теперь можно уже как-то там деформировать по необходимости. С Shift уменьшаем. Вот он встал на место. Поясочек там был не широкий. Соответственно и пряжка тоже не должна быть очень большая. Здесь дальше будут дырочки. Декор я буду делать дополнительно. Когда мы сейчас основную заливку сдадим. Я хочу сначала базу прорисовать. Вот что у нас собственно получилось. Смотрите. Вот эти линии, они будут абсолютно... Вот здесь будет все абсолютно черное. Давайте мы сразу это сделаем. Заливку черным. А контур сделаем серым. Но при этом тоненьким. То есть чтобы у нас было видно, что контур все-таки имеется. Так, тоже заливка черным. А контур серым. Но при этом 0,5 по толщине. Вот. И вот эта часть, она у нас с вами... Должна уйти назад вместе со всем. На задний план. И здесь у нас будет достаточно высокая степень непрозрачности. Вот таким образом. То есть вот что у нас с вами получилось. Эта часть у нас тоже обладает непрозрачностью. Вот. А пояс у нас уже сам по себе темный. Сделаем двойной такой момент, что на темно-сером черном изображено. Тогда будет более читабельно все. И вот такая пряжка. Вот. Видите, мы основу обозначили. То есть уже с ней дальше можно работать. Что я не нарисовала сразу. Что мы сейчас с вами дорисуем. Боротничок уведем наверх. Обязательно послойность соблюдать. Тут у нас будут с вами маленькие пуговки. Пуговки я сейчас нарисую самостоятельно быстро. Не буду ниоткуда подгружать. Вот так. И вот так. Все. Сгруппировали. И чтобы пропорционально у меня все обводки тоже уменьшились, то давайте вот так сейчас попробуем на 25. Вон она стала маленькая. Все. Потому что если просто начать уменьшать, будет не очень красиво. Вот. Тут у нас пуговка. Тоже мы ее сейчас немножко назад. Нажимаю Ctrl. И Х. Буква Х русская, либо квадратная скобочка. Вот она перелетела назад слишком вот так. Это тоже на передний план. Так. И вот здесь у нас тоже с вами, естественно, будут пуговки. Надо чуть меньше. Вот судя по размеру, надо чуть-чуть уменьшить. Угу. Так. 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 И так. Вот. Соответственно, есть пуговки. Так. Здесь основу мы нарисовали. Давайте теперь сделаем пояс. Здесь что у нас с вами получается? Вот она у нас есть с вами основа. У пояса, опять же, можно сделать светло-серый контур, для того, чтобы мы его хорошо видели, но чтобы это было не очень ярко, сделать его на 0,5. А здесь у нас получается вот такая штучка. Опять же, задаем градиент. Градиент можно сделать и другого цвета. На поясе вот здесь вот так вот будет дополнительная шлевочка. Вот. И сейчас еще сделаем люверсы. Здесь шлевка и вот здесь шлевочка, чтобы все держалось. Сделаем дополнительные люверсы. Ctrl-C, Ctrl-B. С уменьшением. Разрезаем. Это вот бублики, да? Дырка по центру. Пропорциональное масштабирование на 25. Уменьшаем. И все-таки это у нас люверс. Вот. И здесь у нас с вами дырочки. То есть, ну, не обязательно прям сразу 100% нарисовать все-все-все, да? Можно потом просто взять и дорисовать, когда вы уже больше видите, как оно по цвету залилось, как по всему. Вот так. Вот. И, соответственно, здесь тоже эта штука выходит из дырочки. Монтаж на передний план. Вот. Отлично. Сейчас здесь вот сделаем черный контур. Будет лучше смотреться. Черный контур на 0,5. Вот так. То есть рисуем эскиз сразу в цвете. Не делаем его черно-белым, но при желании это можно добиться. Так. Уголочек. Один. Раз. Два. Не туда. Точку берем. Раз. Мне нужна точка. Почему не уберется ни точка, а что-то другое. Точка. Да, раз-два. Раз-два. Чуть-чуть хочу увеличить. Вот так, побольше, чтобы было. Здесь все легло, здесь все легло. Это уже у нас линия шаблона там идет. Отлично. Вот. Теперь мы начинаем с вами рисовать красоту. Я сделаю ее на новом слое, чтобы она у меня не смешивалась с основой, но потом мы все это сольем. У данного платья очень красивый, здесь был такой рюш. Вот сейчас мы его по контуру очень красиво изобразим. Так. Так. И сюда тоже он идет. И здесь линия прямая. Сюда мы ее состыкуем, вот так вот дадим. Отлично. Так. Теперь проправим его немножко. Здесь он будет смотреться покороче, здесь линия не туда. И все наши красоты сейчас мы с вами немножечко оправим. Когда я его так рисую, я люблю использовать инструмент сглаживания для того, чтобы всякие вот такие вот неровности, которые я тут наделала, у меня подравнялись. Он очень здорово ровняет, ну и, конечно, что-то приходится руками проправлять, но обязательно нужно посмотреть. Дело в том, что можно его рисовать очень вдумчиво, можно более так сбивчиво, в зависимости от того, какой у вас вы хотите получить результат. Теперь увеличиваю и буду доделывать вот то, что делает именно красоту такую, да, вот внутренние части, которые будут прекрасно добавлять эту особенность, что мы как бы видим внутреннюю часть ткани. Так, здесь, вот здесь она будет. Эти кусочки, они как раз и сделают необходимую нам красоту. И все-все-все просматриваем на предмет того, где у нас они должны быть. Так. Так, и вот здесь тоже здорово, когда есть видимая часть. Так, это вот у нас одна с вами оборочка. Посмотрите, какая получилась. Но она, естественно, еще не завершена. Сейчас я выберу все. Ctrl-A. Сделаю мягкие углы, чтобы ничего не торчало. И теперь мы добавим линию, а потом пятно. Потому что оборке у нас нужно и то, и то. Лучше это сделать на отдельном слое, будет проще работать. И можно это сделать, например, инструментом линия. То есть она будет не очень гнутая, но она будет вам давать вот такую линеарную красивую штуку, которую вы потом сможете. Сначала рисуем топорную линию не очень красивую, после этого добавим более красивые контуры, чтобы все у нас с вами сочеталось. Что-то доводим до конца, что-то не доводим, чтобы была такая неоднородность. Потому что по реальности там оно достаточно интересно, красиво топорщилось в движении. Этого же результата мы и будем добиваться. Вот. Линии мы сделали. Теперь немножечко уменьшаем, чтобы было все видно. Видите, получилась складочка. Ctrl-A. Я это все сгруппирую, чтобы мне было удобнее. И вот здесь у нас в профиле есть разнообразные линии. Лучше вот такую линию сделать и на 0.25. Вот она более тонкая, более такая играющая получилась. А теперь на всю эту красоту добавим складочки. Еще один слой создаю, потом мы сейчас все это сольем на один слой, все будет удобно. Вот так. Так, здесь тоже будет тень. Тень у нас с вами будут. Там черная сетка, соответственно, черные тени. Аккуратненько все это прорисовываем, чтобы было красиво. Каждую тенюшечку отдельно, со смыслом. Вот таким образом мы их прорабатываем. Здесь нужно набраться терпения. Поставьте хорошую музыку, песню и просто насладитесь процессом. Я вам сейчас покажу, как рисовать один слой, а потом просто в ускоренном варианте, как рисовать остальные. И чтобы не тратить ваше время, я спокойненько уже их зарисую. Принцип будет точно такой же, как у того, который рисую я. Сейчас, ну, просто будет еще два слоя. И мы с вами настроим на них потом прозрачность, для того, чтобы было понимание, как это все будет смотреться. Сейчас дорисовываю тени. Как видите, этому уделяю время, не ленюсь. Чтобы получить красивый эффект, нужно потратить время. Если вы не понимаете, как это рисуется, я вам рекомендую посмотреть книжки с примерами рисунка, со складочками, чтобы было понимание геометрических основ, как это все происходит на складочках. Вот так я это все сделала. Смотрите, поскольку у меня это отдельный слой, мне очень удобно, я это все выбираю Ctrl-A, сгруппировать, убираю цвет контура, делаю цвет заливки. Пока смотрится отвратительно, да, но я беру и делаю непрозрачность. Вот они у меня появились. И вот уже такой прекрасный рюш у меня есть. И теперь под этим рюшем все вместе выбираю, сгруппировываю. Вот, у меня оставляю самый верхний слой, как раз хорошо, что он встал, блокирую его, чтобы за него не цепляться. И под этим слоем рисую второй слой таких же красивых и замечательных оборочек, только он будет уже под ним. Вот так вот прорисовываю все и по тому же принципу абсолютно делаю все то же самое. Давайте я основной контур покажу, потом вы увидите, что там все то же самое. Вот он контур, сюда мы с вами пришли. И начинаем делать то же самое, прорисовывать линии, прорисовывать складочки и точно так же еще и третий слой. Поехали! Итак, мы нарисовали три слоя складок. Смотрите, складочки и оборочки. Вот они друг на друга встали прекрасно. Что я сейчас сделаю? Войду в один из слоев. Специально убрала видимость, чтобы вы понимали, что я буду делать. Разгруппирую. Скопирую отдельно контур, чтобы он у меня был отдельно. И здесь настрою непрозрачность, потому что у нас с вами материал, сколько я запомнила, 11. Эту настрою поверх, Ctrl-A, сгруппировать. Так, следующий икон, то же самое. Отдельно наверх. Смещаю с Shift и зажатым Alt. И непрозрачность у нас 11. Материал одинаковый. Возвращаю. Вот эти кусочки тоже надо нам обязательно с вами сделать серенькими. Так, так. С непрозрачностью. Вот. И последний. Наверх. Смещаю. Здесь прокрашиваю на 11. И возвращаю на место. Вот эти штучки тоже выбираю. И тоже даю им заливку и легкую непрозрачность. Они могут быть чуть-чуть темнее, но в принципе там при наложении все будет хорошо смотреться. Вот так. Теперь все сгруппирую. Ctrl-A, правая кнопочка сгруппировать. И накладываю одну на одну. Вот таким образом оно у меня все смотрится. Возвращаю видимость моей основы. Вот у меня получилась такая штука. Если я понимаю, что мне, например, не хватает прозрачности или ее слишком много, я могу разблокировать эти слои и выбрать, например, 15. Вот он становится потемнее. Таким образом подобрать ту непрозрачность, которая будет лучше передавать то, что мне нужно. Вот оно стало потемнее. Можно еще потемнее сделать, но, например, до 20 довести. Давайте попробуем. Да, вот так будет лучше. И сюда тоже. Сделаем 20. Вот, откорректировали, все сделали. Вот такую штуку получили. Можно это все заблокировать. По такому же принципу сейчас мы будем с вами рисовать нижние юбки. И вот эту часть я сделаю более насыщенной. И, соответственно, также можно будет отрегулировать, если нам требуется. И здесь непрозрачность. Она вся-вся регулируется. То есть можно там, например, 25. Или даже 30. Это степень непрозрачности. Вот, на 30 хорошо, мне нравится. Да, 30 оставляем. Отлично. Теперь будем рисовать юбки. С юбками можно будет сделать один интересный фокус. Давайте скажем так. Платье у нас было длины чуть ниже колена. Соответственно, давайте нарисуем одну юбку. Что здесь будет? Вот она будет отсюда у нас выходить. Соответственно, вот такой длины. Сюда тоже она будет приходить. И здесь фиксироваться. Вот она, такая штучка. По низу у нас точно так же будет идти оборка. Сейчас здесь поправлю все контуры, чтобы были красивыми. Потому что нижний слой будет больше прилегать. Вот так. Здесь тоже посвободнее. Вот таким образом. Теперь нам нужно нарисовать с вами оборку. Сейчас чуть-чуть повыше это сделаем. Вот. И давайте нарисуем оборку. По тому же принципу, что мы только что рисовали. Смотрим объем. И здесь вот аккуратненько все эти красивые складочки, все это прорисовываем. Вот таким образом. Теперь здесь тоже все приближаем. И по принципу, как мы рисовали сверху, так же и снизу. Ничего у нас не поменялось. Тоже все мы это аккуратненько прорисовываем. Внутреннюю часть складочек. Сейчас посмотрим общую длину. Поскольку это иллюстратор, мы сможем с вами длину подкорректировать так, как нам нравится. Так. Это сделали. Я бы поправила вот эти точки и, соответственно, сделала бы их пошире. На мой взгляд, это нужно. Теперь берем инструмент линия, создаем новый слой и начинаем рисовать линеарные основы складок. Дело в том, что оно еще и присборено по линии пришивания, так что здесь мы тоже можем с вами добавить дополнительных линий. Не смотрите, что они такие топорные. Мы сейчас их поправим. Можно рисовать их прямыми, можно рисовать их изогнутыми. Это уже творческое восприятие каждого человека. Делайте так, как комфортнее именно вам. Вот здесь. Вот так. Вот так. И вот так. Вот. Я это все выбираю. Ctrl-A. Сгруппироваю. И линии будут у нас, конечно же, тонкими. И будут они у нас вот такими по стилю. Теперь этот слой блокирую, создаю новый. Буду рисовать тени. И точно так же аккуратненько прорисовываю тени, чтобы все у меня смотрелось красиво и интересно. Единственное, что, поскольку здесь у меня получается и сверху вот эта вот штучка такая, да, то мне нужно будет и сверху тоже тенюшки нарисовать. И они не всегда рисуются так же, как по низу. Сейчас я все покажу. Пока идем по нижним теням. Они будут более мягкие. Там можно даже эффект размытия применить. Сейчас общий образ эскиза, когда будет уже виден, можно будет добавлять необходимые элементы. Я не имею уже сформированного, да, нарисованного варианта. Я рисую непосредственно вот сейчас в процессе. Я не знаю, что получится в итоге. У вас есть возможность отмотать и посмотреть. А я вот на данном этапе не знаю. И, естественно, я буду смотреть, как это можно, ну, больше привести к тому пониманию, которому у меня есть в голове. Да, то есть никакой вот прям приблизительная есть черно-белый набросок карандашом, чтобы я хотела видеть. И все. Больше ничего нет. Все остальное в голове. И вот здесь, смотрите, вот эти штучки. Их очень здорово тоже все-таки обыграть тенюшками, чтобы показать, что отсюда тоже идут присборивания, идут тенюшечки. Это тоже нужно вот так вот сделать. Просто чуть больше времени на то, чтобы это все собрать и все реализовать. Я когда только начинала рисовать эскизы, я помню, это жутко бесило. Почему это так долго? Почему это уходит столько времени? Когда какие-то авторские модели, это действительно долго, это действительно трудозатратно и нужно делать, но потом в какой-то момент нарабатывается... Так, Ctrl-A выбираем все. Нарабатывается база и по этой базе уже рисуем. Ну и сегодня, как видите, рисую с полного нуля. Ничего у меня нигде не заготовлено. Так, давайте мы вот эти три слоя сольем между собой. Вот, Ctrl-A. Сгруппировать. Вот, получилась основа. Наша с вами нижняя юбочка. Сейчас покажу, что можно теперь с ней сделать. Я хочу ее сразу залить цветом, чтобы она у меня была в цвете, поэтому... Давай на клик, прохожу режим изоляции. Я бы хотела выбрать все. Вот, отдельно вот так контуром. Теперь это все тоже выбираю. Делаю цвет заливки. И у нас было с вами 30%. 30% задаю. Вот. Здесь вот эти линии... Да, вот они есть. Она дает непрозрачность. Сейчас сделаю так, чтобы у нас не задевались еще линии. То есть, чтобы задевалась только вот эта часть. Так. Вот. Даю непрозрачность в размере 30%. Отлично. Тени можно сделать погуще по цвету. Давайте посмотрим. Да, так лучше. Возвращаем все на место. Это все у нас происходит в режиме изоляции, поэтому так все видно хорошо. Вот. И здесь можно сделать 0,75, чтобы потоньше было восприятие. Вот. Первый слой мы нарисовали. Он сгруппирован. То есть, вот эта отдельная юбочка, она сама по себе самостоятельная. По факту у нас таких юбок 3. Соответственно, мы берем, создаем копию еще одной такой юбки. И что мы теперь будем делать? Мы ее будем укорачивать. И смотреть, насколько она правильно у нас встает. Вот что мне тут не очень нравится, да, я хочу, чтобы вот эта линия ушла чуть-чуть повыше, чтобы у нее была другая пропорциональная составляющая. И я, соответственно, вот эту линию продвигаю вот так наверх. Здесь тоже сейчас чуть-чуть так. Тым-тын-тын. Вот. И посмотрим, сейчас правильно она встанет или нет. То есть, я с каждой конкретной юбкой все равно смогу работать отдельно. Вот она встала. Соответственно, вот здесь вот, видите, такая стыковочка. Вот так, наверное, лучше будет. И можно, чтобы она по-другому смотрелась, сделать ей зеркальное отражение. Вот так. Видите, она немножко как бы в другую сторону. И вот эти части можно чуть-чуть подтянуть. За счет этого получилась такая вот асимметричность. То есть, именно инструментом Direct Selection можно эти части немножечко туда поджать. Вот. Это даже здорово, когда юбка немножечко так вот она расходится, позволяет сделать ее более живой. И опять берем самый нижний слой, копируем его. А здесь тоже его надо поджать. Но я хочу поджать именно вот таким способом, чтобы у меня не деформировалась тарюша, которая есть. Вот. А уже после этого уже ее поджать. И вот мы ее возвращаем на место. Не все точки вернулись. Вот так. И еще наверх, наверх, наверх. Отлично. Отдельно сейчас вытащу вот этот слой. Для того, чтобы немножечко вот эти краешки поджать. Просто, чтобы все остальное не мешалось. Хотя, можно и на месте делать, просто на новый слой скопировать. Но я хочу вот эти точки чуть-чуть поджать. Сделать их более компактными. Так. И возвращаю на место. То есть, как видите, я нарисовала только одну часть, а все остальные добавились. Что мне хочется сделать? Мне хочется на этом слое у всего добавить немножко яркости. Но здесь сейчас это так не получится. Нужно к каждому конкретному слою будет зайти. Сейчас. К каждому конкретному. И попробовать у каждого конкретного откорректировать на 40. Мне кажется, будет лучше. Да, здесь 40. Здесь 40. И здесь тоже 40. Нет, не тот слой. Вот этот. Не та группа. Не слой, а группа. Вот. И здесь тоже 40. Да. Да, вот она получилась многослойность. Все равно немножко просвечивает. Раз немножко просвечивает, что мы с этим можем сделать? Мы можем дать еще дополнительный подъемник. В общем-то, сейчас его и нарисуем. Потому что, видите, возникает понимание, что этого не хватает. Что требуется еще дополнение. И, соответственно, подъемник. Давайте я все заблокирую. Чтобы все-все слой, которые есть, были заблокированы. Вот он под юбку встает. Вот сюда. А и, соответственно, вот он будет располагаться вот здесь. Лучше, если он будет тоже не очень равномерный. То есть у него будет неровный край. Вот такая вот часть подъемника. Чтобы не светились ноги. Вот видите, есть необходимость в нем. Соответственно, мы его с вами и добавляем. Как и в реальности, вот он нам понадобился. Тоже вот так. И отправляем его под юбку. Он получился у нас очень темный. Очень ярко светится. Возможно, один из вариантов. Нам его имеет смысл сделать с вами просто бежевым. И тогда у нас не будет светиться основа. Но вот она будет вот такой эффект. Давай, то есть вот он там еще дополнительный под юбочек появился. И вот у нас такое платье с вами получилось. Платье Wednesday. Смотрите, соответственно, сами. То есть здесь можно еще дальше это все регулировать. Можно его вот так оставить. Можно его вот так оставить. Здесь тоже вполне возможно, нужно все-таки непрозрачность повышать. Я так думаю. Потому что очень-очень светится. Сейчас давайте повысим непрозрачность. Ну, скажем, до... Давайте вот так на складках я попробую. Потом войду внутрь и доправлю до 55. Наверное, даже до 65. Вот. До 65. Сейчас в каждую группу мы зайдем и поправим до 65. Это просто уровень непрозрачности. То есть я цвет не меняю, я просто уровень непрозрачности кравлю. Как видите, не с первой попытки он у меня угадался. Нехорошо это и неплохо. Просто вот я ищу, как это сделать. Вот так. Даже я бы сказала, что вот на этих штуках нужно еще повысить уровень непрозрачности. Даже до 75, наверное, вот так. Чтобы они были более яркие. Так. И вот так. И сейчас еще поправлю непрозрачность здесь на кружевах. Достаточно темно стало, да? Можно попробовать вот у всего этого сделать светло-серый контур. Только надо делать его очень аккуратно, чтобы оно у нас там... Тени не стали с серым контуром. Соответственно, вот у этого... Дать... Такой вот серенький контур. Смотрите, стало лучше, не стало. Не могу сказать, что сильно лучше стало. Поэтому... Вот расположение. Сейчас двойным кликом. Мне нужно только вот сюда серый контур, да? Сейчас попробуем, насколько будет лучше смотреться. Да, стало лучше. Делаем серый контур. Ну, это уже вот визуально при покраске. Оно вылезает, и вы начинаете видеть, насколько это нужно. Ярковат контур. Откровенно могу сказать. Мне это не очень нравится. То, что контур ярковат. Соответственно, сейчас я его буду делать более темным. Посмотрим. Чтобы он так не... Не кричал. Возможно, даже вот так темным и непрозрачность. Вот так хорошо. То есть, всегда нужно смотреть, а что у вас получается, в каком формате. Если что-то не получается, то, ну, проправлять. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы был правильный результат. Так. И здесь тоже потолще. Совсем затемнело. Вот так. Ну, мне же не нужно, чтобы прям белые складочки были, да? Какой-то тут... Что тут у нас? Давайте посмотрим. Вот основной контур у меня не покрасился. Вот сейчас мы его и зацепим. То есть, чтобы основной контур тоже был серым. Зацепился? Да. Так. Теперь здесь цепляем. Вот видите, кусочки не зацепились. Они потом будут в картинке очень плохо смотреться. То есть, их обязательно тоже надо зацепить. И аккуратненько им контур все-таки присвоить нужный. Чтобы потом они не торчали. Это такая кропотливая немножко работа, но... Требующая внимания для финальной красивой картинки. Вот это что-то такое тут торчит. Так, сейчас... Так, сейчас... Кусочек есть. Так, серый. Тщательно смотрим. Вот здесь вот какая-то клякса получается. Никак я ее не зацеплю. Вот она клякса. И вот здесь тоже. Вот так. Давайте посмотрим в целом, как этот слой теперь смотрится. Если все нормально, то остальные слои нужно поправить точно так же. Да, стало лучше. И сейчас остальные слои я точно так же поправлю. Так, смотрим, что у нас с вами суммарно получилось. Вот такая история. Откровенно говоря, я бы, наверное, вернула обратно прозрачность. Сейчас я сделаю второй вариант. Для того, чтобы убедиться, как будет лучше смотреться. Создаю копию. Потому что мне не нравится. Да, вот мне не нравится, что происходит. И я хочу убедиться, что права я или нет. Выбираю... Вхожу в изоляцию. Выбираю все линии. И делаю их черными. Со стопроцентной... Нет, нет, нет. Не там. Нужно просто линия. Да. То, что здесь черная. Здесь черная. И здесь черная. Проверяю второй вариант. Насколько он хорошо сработает. Так. И сейчас можно будет сравнить два варианта. Видите, сначала долго делала одно, потом вернулась назад и начала делать другое. Такое тоже бывает. И я раньше очень расстраивалась. Думаю, ну как же так. А сейчас понимаю, что у меня главный результат. Поэтому я сейчас попробую сделать тот результат, который мне нужен. И если он мне понравится, то я оставлю его. Даже несмотря на то, что я потратила лишнее время на то, чтобы нарисовать как-то по-другому. Мне нужно, чтобы оно нарисовалось так, как мне нравится по результату. Там что-то осталось, какая-то покрасочка. Очень удобно режим изоляции. Никогда раньше им не пользовалась. А сейчас прям жить без него не могу, потому что он очень сильно облегчает жизнь. Так, раз. И два. Вот получается, когда вот так делаешь, она какая-то слеповатая. А когда вот так, ну, все равно лучше. То есть вот так она все-таки слепая получается. Нет, так мне не нравится. Вот. Я считаю, что на этом можно остановиться. Теперь весь эскиз слить в один слой. Потому что все сгруппировано. Все, мы это вместе. Весь эскиз, кроме основы. Слить в один слой. Вот оно отдельно, смотрите, платье. Без девочки, с девочкой. Получилось платье Венсдей, которое сейчас так популярно. Вот таким образом можно его рисовать. И теперь его можно уже разбить и сделать технический эскиз. После чего можно уже будет отправлять в пошив. Достаточно трудоемкая модель. Требует времени усечусь для того, чтобы ее сделать. Конечно же, я здесь не все прорисовала. Здесь еще требуется проработка некоторая. Именно технологическая, если мы будем отправлять эскиз в пошив. Но такой эскиз уже годен для того, чтобы его отправить конструктору и обсудить с ним все детали. То есть эскизы тоже разные нужны. Убрала линии, чтобы они вот здесь вот нам не мешались. Пожалуйста, пишите ваши комментарии. Пишите, чтобы вы еще хотели порисовать. Какие у вас есть идеи. Скачать данный шаблон можно по ссылочке под этим видео. И тоже нарисовать свою прелесть, свою красоту. Не обязательно это же платье. Это может быть что-то другое. Это отличный пример рисунка полупрозрачного шифона в Adobe Illustrator. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.